Овцы целы, волки сыты, собаки лают, караван идёт. Борис Марцинкевич на завтра.ру за 24 ноября 2020 года. Литва перестаёт покупать электроэнергию в Беларуси, чтобы покупать её у России. Самая крупная инвестиция из бюджета ЕС в энергетическую отрасль стран Прибалтики в ближайшее время придут в проект Германи Линк, морской кабель. Сейчас. Германи Линк. Где-то около. Который свяжет энергетические системы Польши и Литвы в некую модернизацию и усиление местных сетей, необходимые для интегрирования с Германи Линк. Так гласит официальный текст решения Еврокомиссии. Хронологически это решение ЕК. Литва состоялась практически сразу после того, как к бойкотированию Белорусской АЭС вслед за Литвой и Польшей присоединились Латвия и Эстония. Конечно, зачастую после далеко не то же самое, что из-за. Поэтому предлагаем разобраться, так ли это в данном случае. Литва перестаёт покупать электроэнергию в Беларуси, чтобы покупать её у России. Если энергетические компании Литвы полностью выполнят свои законы, связанные с БелАЭС, то поставки электроэнергии из Белоруссии в Литву прекратятся полностью. Науки способы отделения атомной электроэнергии от, к примеру, газовой неизвестны. Литва с 2009 года от импорта электроэнергии зависит на 70%. Отказ от поставок из Беларуси требует компенсации, которая возможна в двух вариантах. Либо рост импорта с других направлений, либо строительство собственных новых источников генерации. Рассчитывать на то, что увеличится экспорт из Латвии или из Швеции, можно только в той ситуации, которая сложилась из-за пандемии COVID-19. В этих странах, как и во всей Европе, снижается спрос на электроэнергию. Поэтому получить возможность нарастить сбыт выгодно. Но это теория, а практика оказалась куда более прозаична. В ответ на официальное обращение агентства «Спутник» в компанию «Интер-РАО» был получен лаконичный ответ. С 5 ноября 2020 года «Интер-РАО» начала поставки в Латвию. Тоже, но иными словами, в ситуации, которую Литва сама для себя и создала, быстрее всех отреагировала российская государственная компания. Ничего личного, просто бизнес. Прибалтийские политики могут хоть по 10 раз на дню рассказывать, насколько опасна БелАЭС, но импортировать ее они все равно будут продолжать. Со стороны этих деятелей уже были заявления о том, что они будут требовать от России некие сертификаты о происхождении электроэнергии, без наличия которых они не будут осуществлять закупки у нашей страны. Сертификаты о происхождении любых товаров в России выдает торгово-промышленная палата. Но пока на ее официальном сайте никакой информации по поводу сертификатов на электроэнергию не появлялось. Маловероятно, что это связано с отсутствием оперативного реагирования, куда вероятнее, что ни одна прибалтийская энергетическая компания за этими сертификатами и не думала обращаться. Энергетики – это ведь не политики. Им про рейтинг у избирателей заботиться никакой нужды нет, они профессионалы. Попросят сертификат – получат. Ведь Интеррао и БелЭнерго сотрудничают давно и плотно. Комбинация совершенно очевидна. Интеррао со своих электростанций в России поставит в Латвию электроэнергию со своих электростанций, а БелАЭС уверенно компенсирует клиентам Интеррао все, что они недополучат. В результате российские потребители вообще никаких изменений не заметят. А прибалтийские энергетические компании продемонстрируют своим беспокойным политикам сертификаты, которые их удовлетворят целиком и полностью и позволят и дальше громкими голосами зачитывать мантры о жесткой блокировке БелАЭС. Овцы целы, волки сыты, собаки лают, а караваны – идиот. Энергетики делают свое дело, политики говорят свои слова, все-всем довольны. При этом, по официальной информации Интеррао, поставки электроэнергии из Калининградской области в Литву продолжаются в обычном режиме в соответствии с экономической целесообразностью. Именно так, поскольку не стоит забывать о том, что электроэнергия, поступающая в Литву из Швеции по морскому кабелю Нордбалт, генерируется на ГЭС и АЭС с минимальной себестоимостью, а в Калининградской области – на газовых электростанциях, потому конкуренция получается весьма серьезной. Экологически вредно, но энергетически необходимо. Но энергетики Литвы не были бы профессионалами, если бы не просчитывали последствия лихорадочной деятельности своих политиков с максимальной тщательностью. 1 ноября 2020 года поступила информация о том, что начались предстартовые испытания на первом энергоблоке Вильнюсской ТЭЦ-3, на электростанции, деятельность которой была заморожена в 2015 году под предлогом того, что Вильнюсская ТЭЦ-3 – экологически самый грязный производитель энергии. В 2015 году ТЭЦ-3 была экологически грязной, в 2020 – вроде бы уже и не очень. Выглядит совершенно нелепо, потому литовские политики и литовские свобододемократические СМИ используют прекрасный способ выйти из положения. О перезапуске Вильнюсской ТЭЦ-3 просто не пишут и не говорят. Конечно, рано или поздно говорить что-то придется, к примеру, о том, что по какой причине героическая борьба за энергетическую независимость от России приведет к росту объемов экспорта природного газа. Но это ведь будет потом. Для литовских энергетиков важно хоть как-то компенсировать потерю поставок электроэнергии из Белоруссии. И они это делают, договариваются с коллегами из Латвии, чтобы они нарастили импорт из России, стараются побыстрее перезапустить неработающую электростанцию, а политики уж как-нибудь придумают, что об этом говорить или не говорить. Токи постоянной и переменной. Вариант «не говорить» вполне возможен. Для этого просто нужно перевести фокус внимания на проект Harmony Link, масштабный, разработанный и финансируемый Евросоюзом. Для этого морского кабеля между Литвой и Польшей будет использована технология HDVC. Высоковольтная линия передачи на постоянном токе именно так. Своеобразный возврат к технологиям 19 века, когда инженеры умели передавать на расстояние только постоянный ток. В настоящее время в мире подавляющее число систем дальних электропередач работает на токе переменном. Однако со второй половины минувшего века все активнее развиваются технологии передачи электроэнергии на постоянном токе. Дело в том, что в этом случае не возникают волновые электромагнитные процессы. Электроэнергия не теряется из-за реактивной мощности. Большую мощность можно передать за счет использования меньшего количества проводников. Физические законы дают совершенно конкретные экономические следствия. Для ЛЭП на постоянном токе требуется меньше проводов и кабелей, их опоры легче, трасса линии уже, в результате меньшая стоимость строительства. Но при использовании постоянного тока требуется больше и более дорогого оборудования для подстанций, преобразовательной установки, системы регулирования, защиты, охлаждения, компенсаторы, конденсаторы, фильтры и т.д. Но не так сложно рассчитать критическую величину. Длину ЛЭП, при которой использование постоянного тока, становится выгоднее использования тока переменного. Критическая длина воздушной ЛЭП около 700 км. Кабельной линии около 40 метров. Планируемая протяженность кабельной линии Harmony Link более 300 км. Вывод. Сделанный европейскими энергетиками, как видите, совершенно однозначен. Нужно использовать технологию HVDC. Давайте припомним реализованные проекты ЛЭП на постоянном токе и для чего они были задуманы. 2015 год. Писок можно продолжать и дальше, но вывод очевиден. ЛЭП постоянного тока в Америке и в Европе используют для сбора и передачи электроэнергии, вырабатываемой на ветростанциях. Ларчик открывается просто. Вращающиеся лопасти обеспечивают выработку генератором постоянного тока, который после этого инвертором преобразуется в переменный. Выкидываем из схемы ветростанции инверторы. Схема становится дешевле, да еще и потерь мощности на инверторе не будет. Останется только в конечной точке такой ЛЭП преобразовать постоянный ток в переменный и раздать его потребителям. Лидер такой технологии – шведская компания ABB, которой и деньги из бюджета ЕС платить приятно. Но в всяком случае приятнее, чем правительством Республик Прибалтики и Польши. Именно так и нужно читать сообщения Еврокомиссии от 20 октября 2020 года. ЕС инвестирует 493 миллионов евро для того, чтобы ABB проложила Harmony Link от Польши до Литвы. ЕС инвестирует 1266,5 миллионов евро для того, чтобы ABB построила на территории Литвы, Латвии и Эстонии соответствующие подстанции, на которых постоянный ток будет преобразован в переменный. Морская ветрогенерация Польши и перспективы Прибалтики Остается последний вопрос. Где в Польше найти электростанции, которые обеспечат энергией Harmony Link? Но и тут ничего секретного. 16 января 2020 года правительство Польши обнародовало проект закона о развитии морской ветрогенерации, в соответствии с которым будут отобраны проекты общей мощностью более 10 гигаватт. Планируемые к строительству морские ветроэлектростанции ВЭС получат гарантии сбыта на 25-летний срок. В настоящее время в Польше не предусмотрены обязательные требования локализации данных проектов. И уже в июле 2020 года польское правительство подписало меморандумы о сотрудничестве с компаниями, которые намерены инвестировать в строительство морских ВЭС, в числе которых норвежская... Так, видимо Марцинкевича, я завязываю читать уже. Бывшая статуэл, немецкая Эрви и отечественная Кучка, могучая. Это выгодно для самих компаний. Они смогут 25 лет продавать электроэнергию в морских ВЭС по гарантированной цене. Это выгодно Польше как государству. Все излишки этой электроэнергии она гарантированно продаст в Прибалтику по тому самому Harmony Link. И еще бы не продать, ведь по настоянию Еврокомиссии Прибалтику в 2025 году выведут из состава Брелл, что надо читать, как отключат от более дешевой электроэнергии из России и из Белоруссии. Выгодно ли это Прибалтийским республикам? Так их никто и не спрашивает. Им приказано продолжать ажиотаж вокруг освобождения от зависимости от России или от здравого смысла? Впрочем, это уже риторический вопрос. Борис Марцинкевич. Овцы целы, волки сыты, собаки лают. Караван идет. И вот.